всем привет и у нас сегодня очередная распаковка вот такой пакет от фирмы Ugreen и здесь у нас зарядка которая стоила почти 9 долларов и кабель давайте посмотрим подробно как всегда небольшая открытка от продавца с просьбой поставить 5 звезд небольшой подарочек у меня их уже скопилось несколько ну что пригодится в хозяйстве все пригодится ну и давайте начнем наверное с зарядки зарядка у нас фирменная Ugreen поддерживает технологию быстрого заряда 2.0 то есть она дает 5 вольт 2 ампера 9 вольт 2 ампера и 12 вольт 1.5 ампера автоматически может переключаться у меня телефоны не поддерживают быструю зарядку но зато поддерживают вот этот пауэрбанк от Xiaomi видео у меня про него было 5 вольт 9 вольт и 12 вольт это как раз стандарт Quick Charge 2.0 3.0 там напряжение может плавно изменяться от 3.2 вольта до 20 вольт кстати у этого продавца по ссылке там есть такие же точно зарядки с технологией 3.0 они стоят где-то рублей на 120 всего дороже но я не стал покупать 3.0 почему потому что у меня нет ни одного устройства которое бы поддерживало вот эту технологию быстрого заряда по 3.0 и я не уверен что в ближайший год у меня что-то такое появится и зачем переплачивать лишние 100 рублей за то чем я не воспользуюсь поэтому я решил в этом плане немножко сэкономить и взять обычную зарядку с технологией 2.0 быстрый зарядок и как раз на этот пауэрбанк она мне подойдет я не думаю что я буду постоянно заряжать этой зарядкой я не люблю когда заряжается у меня что-то большими токами мне больше всего понравилось то что вилка тут европейская там можно выбрать вилку какую можно выбрать китайскую можно выбрать европейскую я выбрал европейскую и теперь я могу избавиться хотя бы от одной зарядки с переходником это уже намного лучше для меня вот такая зарядка Qualcomm Quick Charge 2.0 Угрин и здесь у нас ее характеристики ну давайте включим ее и посмотрим работает она или нет я конечно уже ее немножко включал и немножко протестировал включим тестер он правда у меня 2.0 не поддерживает он поддерживает только 1.0 к сожалению видите он максимально до 7 вольт но тем не менее я через него включал и он не сгорел давайте еще раз включим этот же мой пауэрбанк и посмотрим так вот он включается на 5 вольтах и вот сейчас он переключился или на 9 или на 12 вольт судя по току скорее всего на 12 вольт он переключился но так как этот тестер не умеет мерить напряжение больше 7 вольт поэтому напряжение он показывает полную ерунду ну вы сами понимаете что на 1.8 вольт заряд бы вообще сюда никакой бы не шел потому что этого напряжения просто недостаточно ни для чего ну а так как заряд у нас идет ток у нас идет то соответственно здесь либо 9 либо 12 я все таки думаю что он переключился на 12 вольт то есть вот такая вот зарядка достаточно нормальная надежная поэтому главное удобно что европейская вилка поэтому даже если ваши смартфоны не поддерживают там быструю зарядку 2.0 что хорошо то все равно рекомендую купить а не пользоваться там всякими переходниками который вечно пропадает контакт может разогреться да и изгреть но единственное мне не нравится что там внутри при быстрых токах когда я заряжал пауэрбанк что то греется и идет запах пластика нагретого пластика вот это мне не очень не нравится поэтому что то про надежность сказать я все таки не могу но мы и будем пользоваться и если вдруг она сгорит то выйдет об этом видео ну и под этим видео в комментариях я напишу что мол так и так она у нас сгорела ну и разберу посмотрим так что если загляните в комментарии если там не написано что она сгорела значит она еще работает будем за ней наблюдать ну и кабель от Угрин кабель от Угрин у меня уже много раз были на распаковке на тестировании я очень люблю кабель этой фирмы фирма Угрин действительно делает кабели очень высокого качества что аудио кабель что такие вот USB кабель они действительно шикарные очень хорошего качества просто великолепные я пользуюсь вот таким постоянным походным то есть кабель надежный давайте попробуем его нагрузить нагрузкой и посмотрим что он нам выдаст так ну посмотрим сначала вот этот маленький все вот это максимум включился вентилятор у нас 2,9 ампер 4,87 вольта теперь давайте включим через вот этот кабель и посмотрим сильно ли у нас что-то изменится ну да напряжение упало было 4,87 сейчас 4,6 ну понятно длина этого кабеля 1 метр на одном метре по любому будут потери но я бы не сказал что они такие сильно большие эти потери кабель хороший на плохом кабеле до 4 вольт падает ну и для сравнения вот этот вот коротенький гриновский кабель 4,7 так что если вы хотите чтобы потери на кабеле были минимальными значит и длина кабеля у вас должна быть минимальная ну а если вам нужен хороший качественный проводок метровый ну там есть и больше там есть и меньше есть и 50 см и меньше есть и 1,5 и 2 и 3 метра то вот эти вот угриновские кабельки я очень советую кабельки очень хорошего качества они и разъемы здесь хорошего качества то есть они у меня очень долго вот я пользуюсь такими кабельками и они работают не переломываются и разъемы не ломаются то есть хорошее качество и стоит своих денег как видите блок питания хороший заявлено что 5 вольт 2 ампера однако выжили мы из него 2,9 ампера то есть почти 3 ампера и блок питания ничего не случилось то есть блок питания действительно я думаю неплохой по крайней мере он выдает напрягу ток больше чем заявлено заявлено 2 ампера мы легко получаем из него 3 ампера при этом он даже не греется ссылочки все внизу если кому надо выходите и смотрите покупайте лично я очень доволен тем что хорошая качественная зарядка с европейской вилкой ну и качественный кабель проверенный временем за этим мы будем еще следить а вот это проверено временем от и до всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч